топ-10 женских манипуляций после которых мужчина бегать будет за тобой как собачка вот примерно такие рекомендации есть в интернете мы сейчас будем разбирать их обязательно для того чтобы определиться нужен вам такой мужчина не нужен стоит так поступать и действовать не стоит будем говорить про те самые манипуляции возможно с чем-то я здесь соглашусь но тоже не факт вот давайте начнем с первой помоги мне называется манипуляция один из люблю излюбленных женских способов притворившись слабой и беспомощной в возвать его мужскому началу к силе физическому превосходству женщине играющие на своей беспомощности удается сподвигнуть избранника постоянно заботиться о себе оберегать с одной стороны она дает мужчине возможность почувствовать себя сильным самоутвердиться даже в собственных глазах с другой по сути ведет потребительский образ жизни я вам сразу расскажу очень простую вещь это не придумала какая-то неуверенная в себе бабенка капризная девчонка психологически незрелая которая возможно имела опыт отношений с таким же незрелым мужчиной подросткам как и она сама почему когда мужчина входит в отношения где женщина транслирует ему свою беспомощность это вызывает очень сильное раздражение по какой причине потому что мужчина часто дает характеристику себе бессознательно через свой выбор партнера когда увидит возле себя вот эту беспомощную капризную девчонку он начинает в том числе и на себя злиться раздражаться и стараться дистанцироваться от нее как можно дальше и вот эти все утверждения про то что мужчина будет бегать за тобой если ты дашь ему возможность почувствовать себя сильным а если он и так сильный если он и так уверен в себе зачем ему самоутверждаться в собственных глазах но я вот себе представляю я допустим познакомился с насти с женой со своей и она была так себя начала вести чтобы я мог самоутвердиться да и так самоутвержденный я и так в себе уверен я так себя считаю сильным пусть не столько физически сколько там моральный духом для чего мне это нужно зачем мне нужна какая-то девчонка чтоб я самоутвердился мужчина нормальный адекватный он идет самоутверждаться чтобы почувствовать себя сильным и вырасти в собственных глазах он пойдет там заниматься боксом самбо борьбой боями без правил пойдет в жесткие бизнес условия в конкуренцию с другими мужчинами вот там он самоутвердиться а сливать свою энергию для того чтобы самоутвердиться на фоне какой-то невротички незрелый на это адекватный мужчина никогда в жизни не пойдет и так она и будет бегать манипулировать вот этими хлюпиками вторая рекомендация включите блондинку наивное создание которое буквально заглядывает мужчине в рот располагает к себе вызывая у него чувство превосходства этот прием позволяет не только использовать мужчин но и избегать какой-либо ответственности за свои поступки ну типа я такая дура тупая так получилось извини я не знала же понимаете что многое конечно зависит от того какую цель преследует мужчина для чего ему нужна женщина вот вот в этом случае адекватный мужчина будет использовать эту женщину только для сексуальных утех она не будет появляться с ним в обществе она не будет никуда ходить с ним он не будет знакомить и со своими друзьями со своим окружением она будет нужна только для сексуальных утех какая ему разница кого трахать там на блондинку включает бронетку либо рыжую его вообще абсолютно все равно нет рекомендация она такая же дебильная как и предыдущая мужчина действительно внимание мужчина действительно искренне очаровывается когда женщина восторгается им его интеллектом знаниями его юмором способом достижения цели его статусом его отношением к ней но здесь ключевое слово искренность понимаете а когда она включает вот эту блондинку для того чтобы поманипулировать им это опять рассчитано на определенный уровень мышления мужчины как правило это психологически незрелый мужчина с ним у вас получится такая значит форма взаимодействия но к чему это приведет это приведет к тому что вы будете каждый раз менять мужчин вернее они будут приходить в вашу жизнь использовать вас и так далее так далее здесь очень важный момент на который нужно обратить внимание в принципе миллионы женщин знать не знают как строить отношения и соглашаются на эти манипуляции из почему из состояния психологической незрелости на моей программе удобно или уникально я рассказываю женщинам как без манипуляции шантажа насилия бессознательного либо осознанного выстроить крепкие счастливые отношения с мужчиной но до этого как выстроить счастливые отношения с собой и привести себя в состоянии психологической зрелости ссылка в описании под этим видео после просмотра ролика регистрируйтесь из любой точки мира безоплатно принимайте участие 3 рекомендация а сережа лучше называется стремление мужчины быть самым успешным и самым сильным позволяет женщине манипулировать им с помощью сравнения и видите своей жене шубу купил у тамарки на муж на повышение пошел а ты все никак некоторые мужчины конечно на это ведутся и предпринимают отчаянные попытки чтобы быть не хуже поставленного в пример мужа подруги или собственного друга детства вы считаете это нормальная рекомендация это я щас к мужчинам обращаюсь если ваша женщина вас сравнивает с мужем светки с парнем не не знаю там анжелки и еще кого-то вы ошиблись женщины вы ошиблись женщины если она выгаясь загоняет вас в рамки где вы должны что-то доказать что вы лучше умнее успешнее это не ваша женщина это манипуляция не то что манипуляция это манипуляция манипуляции как можно то же самое что мужчина скажет своей женщине а вот у меня свет и жопа красивее чем у тебя а у анки грудь поприкольнее вот а почему другие женщины понарожали детей а ходят выглядят как фотомодель а ты как свинья но в принципе то же самое невозможно в отношениях мужчины и женщины опираться на эти рекомендации это не еще раз повторюсь придумано каким-то нездоровым человеком четвертая рекомендация кап 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 из ясных глаз ох ты господи слезы одна из самых мощных одно из самых мощных женских орудий известно что их очень известно что их очень плохо переносят мужчины но когда женщина прибегает к этому приему слишком часто возникает эффект привыкания со временем слезы избранницы не только перестанут трогать но даже начнут вызывать раздражение я здесь согласен и тогда можно уже будет рыдать сколько угодно мужское сердце не дрогнет уже понимаете вот если пойти в фундамент этой рекомендации то есть женщинам никто не рассказывает о том вот здесь там родная тебе нужно привести в порядок самооценку потому что это стопроцентная гарантия того что тебе не придется манипулировать мужчины а гарантия того что ты встретишь такого же зрелого как и ты это уже дает основания построить счастливые отношения здесь никто не говорит женщинам о том что она должна выстроить счастливые отношения с собой поработать со своим мышлением установками убеждениями но плакать их учат плакать их учат вас то есть поплачь но не делай это часто потому что он привыкнет а если он привыкнет к твоим слезам он их перестанет замечать больше его сердце не дрогнет безусловно так почему потом многие мужчины никак не реагируют на женщину со слезами да это естественно эмоциональная реакция если это происходит естественно и понятно что если есть основание женщину на пойти обнять поцеловать успокоить да окей но когда это превращается в манипуляцию я вам расскажу одну историю мужчина женщина ругается он рассказывает мэтт марк вы не поверите у меня не не жена говорит актриса мы с ней значит ругаемся в комнате она-то высказывает мне свои претензии я понимаю что это одна и та же один и тот же сценарий повторяющийся это происходит вот каждую неделю одно и то же стоит ли на нее повысить голос ей тут же становится плохо она бежит в комнату на кухню берет воду пьет воду падает на диван начинает измерять давление звонить в скорую я как бы сначала думал может правда и плохо потом начали закрадываться мысли что это ложь но не может такого быть в один прекрасный день после очередного скандала она выходит из комнаты открывает дверь в ванну я слышу как она падает присутку упал тут что-то упала еще там какая-то шампунь гель для душа ну вот я не встаю я думаю так сиди не вставай я сижу тихонечко так поднимаюсь с дивана и очень тихо начиная подкрадываться вдоль стеночки двери где можно увидеть ее но так как у нас говорит на другой стороне висит зеркало я не стал выглядывать в этот в сторону ванной а стал в уголочек и смотрю в отражение зеркало и вижу как моя жена лежит и вот так ковыряется в ногтях что-то там рассматривает заусенцы какие-то пальчики зацует я также тихо возвращаюсь обратно сажусь на диван и уже с таким придыханием стою и начинаете в сторону выхожу в коридор лежит нужно понимаем да и таких же женщин много я вас уверяю вот наверняка здесь есть девочки которые играют на таких чувствах но честно признайтесь напишите в комментариях ну да было дело когда вы искусственно сыграли роль обморока тошноты приступа какого-то температура подмышку перцем красным намазала градусник вставил я умираю помоги господи маразм полнейший манипулятивные отказы же пойдете манипулятивные отказы несмотря на то что специалисты всех мастей предупреждают женщин они допустимы не манипулирование сексом любительниц подобных манипуляций меньше не становится правда если подобный способ используется слишком часто велик шанс то мужчина просто найдет сексуальную отдушину на стороне что позволит ему не зависит от настроения жены то есть разговор идет о чем что если вы хотите чего-то получить от мужчины вы должны манипулировать сексом но не делать это часто потому что если это будет часто мужчина найдет более легкодоступный способ удовлетворить свои желания сексуальные и начнет изменять манипуляция сексом это тоже незрелая позиция мы понимаем прекрасно что подобного рода по рода поведения используют женщины не вратички которые не способны взаимодействовать действовать мужчина через осознанное восприятие партнерских отношений через осознанный диалог манипуляция сексом это значит давайте мужчина сейчас будет манипулировать зарплатой своей вы ему секс не даете он домой еду не приносит и денег не оставляет никаких я помню тоже была такая ситуация мужчина мне говорит ты знаешь так неприятно когда мы с женой поругаемся она мне ничего не готовит я прихожу домой она лежит а там просто вот пустой холодильник вообще ничего нет но при этом у нас говорит карточка две карточки привязаны к одному счету при этом я вижу как она в течение дня что-то себе покупает на что-то тратит деньги при этом у нее все хорошо и прекрасно то есть мы поругались я остаюсь в рамках своих обязательств а она выходит за рамки обязательств наказывает меня я взял просто отключил ее карточку от своего счета отвязал и и она мне пишет сообщение в очередной раз и говорит ты не знаешь что случилось карта я не могу оплатить он говорит с карты случилось то же самое что с моими ужинами которых ты меня лишаешь когда я прихожу домой ты это плодности ты просто не готовила потому что ты нам устала например ты же это делаешь специально чтобы меня наказать показать мне что я дерьмо и ну я считаю что должно быть все равноправно поэтому прости дорогая по это что и в его поведение есть незрелость но если с точки зрения логики посмотреть в принципе он прав ну пожалуйста бы поругались ты мне ничего не готовишь значит в этот день ты ничего не тратишь на самокате на работу покушать хочешь там перекусить что-нибудь попроси у соседки может она тебе даст свой бутерброд до свидания я считаю что любые манипуляции в отношениях на тем более основаны на сексуальной близости это катастрофа шестая рекомендация при бедняжка давление на чувство жалости несчастный вид ах я бедняжка так устаю на работе а еще и ужин мужу готовлю плюс кроткая улыбка но я ничего и не жалуюсь и мужчина начинает испытывать чувство неловкости и уже готов сам горы свернуть ради своей ненаглядной ну и что это поведение незрелой девки которые вместо того чтобы сесть со своим мужчиной спокойно поговорить и сказать любимый ты знаешь мне бы хотелось как-то восстанавливаться после работы отдыхать и я целый день работы потом еще ужина потом еще подготовить что-нибудь на завтрашний день я очень устаю мы можем как-то договориться с тобой чтобы не задавали готовую еду заказывать хотя бы несколько раз в неделю или там где-нибудь ужинать в кафешке какой-нибудь после работы встречаться для меня это очень важно прибедняжка эта позиция жертвы тем более искусственно когда там губки дует мне плохо еще я такая еще такая поймите что когда в отношениях очень много стресса а это тоже стресс и для мужчины в первую очередь потому что здесь же она находится в образе она показывает это искусственно для него это стресс со временем мужчина в отношениях с такой женщиной начнет ее воспринимать угрозой для жизни и уйдет от нее обязательно уйдет давление обидой в основе большинства женских манипуляций лежит попытка вызвать у мужчины чувство вины это сто процентов и чем совестливее и ответственнее мужчина тем легче женщины достичь желаемого понимаете то есть женщина оценивая своего мужчину как человека эмпатичного сострадающего чувственного позволяет себе загонять его в чувство вины постоянно обижаясь на него этот мужчина из чувства вины начинает оправдываясь перед женщиной совершать какие-то поступки и действия часто даже не понимая в чем он виноват и как вы считаете эти отношения долго просуществуют конечно нет конечно нет этим отношением конец потому что невозможно быть счастливым партнером в счастливых партнерских отношениях если я прибегаю к подобного рода значит стратегиям поведения они настолько незрелые не функциональные деструктивные никогда так не делайте вызывать у чувство вины у мужчины вы сразу переходите на уровень контакта мама ребенок до меня мама часто в детстве мальчика своего к чувству вины призывает вот почему ты здесь не сделал теперь не за тебя будет стыдно мне за тебя краснеть мне за тебя отчитываться я все расскажу папе и он там бедный мамочка пожалуйста не рассказывай я все исправлю я все изменю я тебе умоляю пожалуйста то же самое здесь здесь в отношениях мужчины и женщины нет есть мама и ребенок мама которая вызывает чувство вины и ребенок который из чувства вины исправляет свои ошибки восьмая восьмая значит рекомендация по поводу женщин которые с готовностью взваливают на свою шею все обязательства домочадцев и так далее так далее ты что такие женщины рекомендация какая взвали на себя как можно больше работы покажи что ты упаханная лошадь чтобы через это состояние мужчина сделал выводы и пошел тебе навстречу если мужчина видит что женщина на себя взваливает все и никак это не комментирует он будет это оценивать как должное он не он к подобному поведению не готов мужчина никогда на себя не взвалит все что можно если он не готов это потянуть в экстренных случаях да когда он понимает ему нужно кормить семью выбора нет он идет на на работу там грузчиком даже работает и пашен чтобы принести копеечку домой но если есть возможность избегать какой-то дополнительной нагрузки мы это сделаем всегда и женщины в принципе тоже но здесь средством манипуляции я должна делать все для того чтобы показать что я вношу равномерный вклад в отношения а многие женщины знаете как делают они настолько не готовы к близким отношениям с партнером эмоционально психологически близким что ушатывают себя домашними делами и загрузкой для того чтобы встретив мужчину с работы сказать блин я так устала чтобы первое избежать контакта с ним на побыстрее пойти лечь спать избежать сексуальной близости с мужчиной у меня был клиент богатый человек он говорит марк я не могу понять мы с женой постоянно ругаемся у нас все конфликты основаны на том что я хочу близости с ней сексуальные она говорит я не могу ли меня нет настроения и устала не хочу не вот я я не мог понять чего она устает я приезжаю домой с работы смотрю у меня в гараже убраны все инструменты переложены там какие-то запчасти какие-то баки генератор в общем она решила сделать генеральную уборку у меня в гараже я ее не просил об этом и она я приезжаю домой она мне рассказывает вот я весь день сегодня там работал и хотела тебе сделать приятно да мне не нужно это приятно сделаем неприятно в постели то он приезжает она там решила сама грядки прокопать потому что видите ли работники так не сделают как она ушаталась опять он опять не с близостью она от него на дистанцию то есть и женщины которые даже бессознательно есть кто осознанно это делает а есть женщины которые бессознательно идут в такую избегающий тип общения с мужчинами через усталость через раздражительность и так далее так далее вот про этот тип женщин я тоже рассказываю на своих вебинарах в программу удобно или уникальное как женщины бессознательно идут в дистанцию с мужчиной в отношениях избегают секса избегают разговоров и так далее так далее обязательно регистрируйтесь и принимайте участие безоплатные из любой точки мира дальше я могу и убежать мужчина должен понимать что если вас что-то не устроит то никто вам не помешает уйти понимаете то есть это тоже это тоже это манипуляция жесткая то есть одно дело знаете когда у вас есть четкие договоренности в отношениях вот вы говорите ты знаешь если ты позволишь себе недостойное поведение по отношению ко мне например там измены побои унижение осознанное там игнорирование моих чувств то есть ты будешь думать только о себе мы не будем взаимодействовать я тебя уйду сказал и забыл почему это ценности с которыми живет женщина на и важно чтобы это присутствовало в отношениях и . но если она каждый раз во время скандала во время конфликта во время какой-то ссоры недопонимания манипулирует уходом начинает собирать сумку начинает значит показывать что она складывает свои вещи все выстаскивает из шкафов так далее так далее здесь очень важный момент такой манипулятор что нужно подыграть по ее правилам уже понимаете психологической готовности к уходу нет если она один раз вытащила чемодан и не ушла она не уйдет никогда если это форма манипуляции что нужно сделать помочь ей открыть чемодан и помочь и туда начать складывать вещи вы посмотрите на ее лицо и на ее реакцию это стопроцентно проверенный способ когда женщина манипулирует постоянно уходами или мужчина в том числе спокойно встаем подходим я тебе помогу открываем закладываем закрываем подвозим к двери входной всего доброго спасибо за любовь спасибо за все тебе спасибо благодарю тебя до свидания и дальше начинается ты меня так просто отпускаешь все понятно или он идет и господи начинает нам плакать рыдать он в стенки бьет кулаками просто смехотворщина честное слово ну и самая излюбленная рекомендация женщинам которые дают вот эти уроды эксперты эмоциональные качели то есть устраивать своему мужчине эмоциональные качели ближе дальше то все хорошо то все плохо то нужен то не нужен то с тобой то на дистанции вы понимаете что опять вот в эти эмоциональные качели кто входит невротики осознанный мужчина зрелый мужчина психологически он не будет системе эмоциональных качелей вот там просто не находит для себя основания оставаться как только он понимает вот эту историю он говорит своей этой девочке до свидания адьёс амигос блин и полетела ты куда подальше а он пошел дальше своей дороги все вы должны понимать очень простую истину вот все что здесь описано рассчитана на не до мужчин то есть они биологические мужчины да такие очень вроде бы даже и себя могут быть хорошенькие вот но они подростки психологически они еще не стали мужчинами вот на них эти манипуляции сработают сто процентов этого мальчик студент который живет с мамой где-то недалеко от станции метро на может быть и замкадом например где-то вообще в регионе приходит домой мама там деле справляется с бытом проблемами он себя не чувствует сильным рядом с ней не чувствует себя главой семьи пытается соскочить из этого гнездышка находит девочку она давай им манипулировать вот и такое ты мне нравишься ты мне не нравишься и 5 20 не была такая история я в не было 16 лет я решил там ухаживать за одной девочкой таню и звали в школе как по ухаживать ну вы знаете как понравилась девчонка в школе все ну предложил ей портфель принести там встретил ее со школы все взял ее чемодан этот блин большой пакеты там у нее еще были с яблоками в прямом смысле с яблоками ну вот и поперся с ней донес до дома все но нам еще и давай погуляем вечером и пошли погуляли вечерком сходили по парку ну вот проходит какое-то время я смотрю ей портфель несет уже другой парень петя у нас учился петр вот мы петрухой называли петруха все называли петь вот идет петруха с ней значит с ее этим чемоданом но уже без яблок ее провел не как-то я задавил вопрос говорю так и мы с тобой дружим или не дружим и она мне отвечает посмотрим если я решу с тобой дружить я тебе разрешу еще раз со мной сходить чемоданом это был последний разговор наш с ней в смысле это это встроенная где-то опция есть когда женщина пытается себе вот эту стоя ценность свою обозначить но это незрелое поведение либо да либо нет я когда еще женщина любит говорить знаете мужчинам что вот например я не по сама не могу в себе разобраться только вы слышите эту фразу от женщины от мужчины неважно я не могу в себе разобраться мне нужно понять . это значит тебе нужно поставить в этих отношениях жирную точку этот человек пойдет разбираться с собой ну сколько тебе нужно времени чтобы ты разобралась в себе нисколько развернулся и ушел девочки вот эти манипуляции это не ваша история это даже история это вообще история не для моих подписчиц для моих подписчиц есть терапевтические программы диагностические где помогаю вам работать с мышлением своим любить себя любить и уважать мужчину выбирать себе такого мужчину которого вы будете уважать которого вы будете ценить который будет уважать и ценить вас вот для вас у меня есть отдельные программы ссылка находится в описании под этим видео бывает такое что женщина вообще сложно общаться с мужчинами и ей для тренировки нужно попробовать делать же такое на женских тренингах по знакомству там и так далее есть такой тип женщин кому это реально нужно на пользу попробовать нет никакой пользы никакой женщине это не даст то есть ты какую-то цель преследуешь если ты хочешь мужчину встретить для отношений ну это никак не сработает если так поприкалываться пожалуйста пробуй ну а для чего это нужно тренинги по знакомствам больше я не говорю про все есть тренинги по знакомствам которые дают там ну действительно какую-то хорошую качественную информацию но большая часть это исключительные пикаперские истории которые рассчитаны на лохов и лохушек ну покажи мне уверенного в себе мужчину неважно как он выглядит я слушаю меня есть ребята которые не выглядят супер брутальными самцами там такая энергетика у них его и просто монстр он весит блин 53 килограмма понимаешь он подойдет блин в глаза блин злобую двухметрового смотрит вот стоит трясется вот он пойдет на пикаперский курс зачем он видит красивую женщину в ресторане где-нибудь в кафе на улице он придумает как с ней познакомиться для него это не будет барьером почему потому что он доминирующий самец он доминант и а женщинам это нравится женщины любят сильных мужиков потому что когда мы вот даже этих девочек берем для которых эти рекомендации ты же понимаешь что в их жизни не появится мужчина сильный а если появится они его испугаются а почему испугаются потому что им невозможно манипулировать с ним нужно быть в партнерстве когда женщины рассказывать мне не нужен доминирующий самец я тебе уверяю нужен каждой женщине нужен доминирующий самец не потому что она должна быть признать свою слабость и инфантильность нет это природа такая вот если бы если в живой природе если мы берем там двух мужчин которые тысячу лет назад встретились в поле какой из них победит мужчина у которого все окей с тестостероном у него из ушей капает понимаешь заточены на систему выживания зная что за его спиной стоит там его жена семья и вот встретился второй у него ни жены ни семьи никого нет с тестостероном хер пойми чё он трясется уже от одной встречи с этим чуваком ну умер уже он уже умер и вот что происходит слабые женщины то есть психологически незрелые женщины выбирают мужчин таких же слабых потому что они рядом с ними чувствуют себя более безопасно но это невротическая безопасность их не устраивает и каждый раз когда они находясь в таких отношениях они что делают они либо мастурбируют представляя себе сильного доминантного мужика либо мило улыбаются такому же сильно выраженному мужчине которого они оценивают вот таким прям мощным на работе в обществе подруг своих понимаешь где-то порнушечку просматривают где тоже явно выражена доминация мужчины даже вспомни этот фильм 50 оттенков серого там же герои но там есть конечно различие между книгой и фильмом в книге он то вообще жесткий чувак все-таки фильме он еще такой более-менее лояльный но все равно он как животное он конкретное животное там доминирующая принес от него через экран воняет тестостероном а почему женщин кукушку всех снесло не побежали смотреть этот фильм хотя бы фильме блять прикоснуться к этой мужской энергии силе вот у нее связал глаза завязал привязал к потолку подвесил а там струну вытянулась вся кряхтит кричит и он и трахать там понимаешь а дома у нее сидит какой который можно манипулировать и эти женщины они что делают которые ведутся на эти манипуляции следует этим приемом первое они способствуют тому чтобы ее мужчина становился еще слабее вот прям стопроцентно слабее жалуются и самое страшное эти женщины которые через эти манипуляции притягивают свою жизнь психологически незрелых мужчин изменяют им сильными доминирующими самцами понимаешь манипуляция это участь слабо умных психологически зрелая женщина которых я делаю на своих программах никогда не пойдет в такую историю делайте для себя выводы